Оружие, наркотики и элементы взрывчатки – это не экспонаты местного музея, а вещественные доказательства по сотням уголовных дел. В экспертно-криминалистический центр их везут, чтобы установить полную картину преступления. Попадают сюда и изъятые поддельные деньги. Студентам рассказали, как не попасться на удочку фальшива монетчиков. Например, установить подлинность денежной купюры только по водяным знаком в наше время невозможно. Современные мошенники научились подделывать и их. Но есть ряд других хитростей. Например, обратить внимание на так называемую ныряющую нить. Она, вот эта нить, которая на настоящих деньгах, она изготавливается в процессе изготовления бумаги, литья бумаги, то есть она входит непосредственно в толще этой бумаги. Здесь, на поддельных купюрах, я вот не знаю, у меня получится. Вот я даже ногти могу немножко. В год на экспертизу попадает до 3 миллионов поддельных рублей. В основном, эта купюра номиналом 5 тысяч. Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты не рекомендуют разменивать деньги незнакомым людям, а при получении сдачи обращать внимание на сами купюры. Благодаря современным технологиям ВКЦ есть возможность проводить до 46 видов криминалистических экспертиз и исследований. Ежедневно здесь работают 69 квалифицированных специалистов. После экскурсии некоторые из студентов юридического факультета по окончании вуза подумывают над работой в полиции. Мне интересно это. Хочется бороться с преступностью. Чем больше практики, тем лучше будут расследоваться преступления, как-то формировать представление вообще об этой деятельности, как что происходит. Всероссийская акция «Студенческий десант» в Самаре проходила несколько дней. Порядка ста старшекурсников смогли своими глазами увидеть трудовые будни не только экспертов-криминалистов, но и инспекторов ДПС, бойцов СОБРа, ОМОН и сотрудников других подразделений. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.